Девчонки 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 А как же плохое настроение с любимой ты песней? Ну, вот видишь, Женечка, если музыка нравится, то и настроение меняется, и селёнок прибавляется. Ура! Значит, музыка и правда может помочь нехуже человека! А ты, Женечка, не верил. Ну ладно, ладно, я был не прав. Дуняша, а почему музыка такая сильная? Там, где появилась первая мелодия, всегда царит покой, радость и веселье. Что же это за особенное место такое? Где родилась музыка? Расскажи, пожалуйста. Хорошо, знаю я одну красивую легенду, и сейчас вам ее расскажу. Жили в заоблачной стране легкокрылые феи. В небеса наделили их чудесными дарами, отправили на землю и поручили им заботиться о людях. Фея надежды, фея веры, фея любви, фея счастья и их прекрасные сестры целыми днями летали над землей и наделяли людей своими дарами. Но все равно люди страдали. Если к ним прилетала любовь, людям не хватало веры. А если спускалась надежда, люди приглашали в гости счастье. Поднялись феи в заоблачную ввысь и взмолились. Не можем мы помочь людям. Мы не в силах везде успеть. И тогда спустилась с небес на землю еще одна фея. Это была фея музыки. И от взмаха ее серебристых крыльев воздух звучал словно оркестр невидимых музыкальных инструментов. Эти звуки вселяли в сердца людей веру и надежду, счастье и любовь. Так на земле поселилась музыка. И нет для нее ни границ, ни расстояний. Удивительная история. Дуняша, вот такое тебе спасибо. Я давно не слышала таких красивых сказок. Я очень рада, что легенда эта вам понравилась. А известно ли вам, милые мои, что 30 сентября мы поздравляем с Днем Ангела всех, кто носит имя Вера, Надежда, Любовь и София? Правда? Да. У меня есть подружка. Ее зовут София, и я скоро ее буду поздравлять. А я бабушку Надю. Вот и замечательно. Вы, ребята, тоже обязательно поздравьте своих близких, чье имя Вера, Надежда, Любовь и София. Поздравьте их с именинами. Наговорились? Вот и отлично. А кто мне скажет, кто хочет посмотреть хороший мультфильм? Мы хотим! Тогда смотрим мультфильм. Смотрите, детство! Выходи скорее! Вытуши деревню! Как же я покажусь на небе, такое заспорное! Мне стыдно! А мы сейчас тебя умоем. Ну-ка, помогайте! У-у-у-у-у! Солнышко! Саша, малыши! Саша, малыши! Только трое, но не раз, Где мы друг друга выручали в трудный час. Каждый чемок другу помог, Нас только трое приглашает к нам и вас. Каждый чемок другу помог, Нас только трое приглашает к нам и вас. Вот вы и нашли, солдышко! Не верите? Посмотрите! Чудесный мультфильм, не правда ли? Мне очень понравился. А тебе, Женечка? Я бы его целыми днями смотрел, Но мама не разрешает. Говорит, это ужасно вредно для здоровья, Особенно для глаз. Чем мультики смотреть, лучше с братиком поиграют. Да чего ты сознательный? Мне по-другому нельзя. Когда вырасту, буду учителем музыки. А учитель это пример. Вот я работаю над собой, В музыкальную школу хожу, Много читаю. Какой ты молодец! А ты, Женечка, часом не хвастаешься? Еще чего! У меня мечта есть! На нее можно и потрудиться. А чтобы трудиться, нужны силы. А силы приходят во время сна. Эх, так мне хочется прощаться. Но за расставанием обязательно будет новая встреча. До новых встреч, дорогие ребята! Спокойной ночи! Пусть оберегает вас ангел-хранитель! Ночь вздыхает сладко-сладко, Звезды светятся в окне. Малыши в своих кроматках Улыбаются во сне. Дремлет облака в постели. Спят игрушки и цветы. Детям лунной колыбели Снятся сказочные сны. Белокрылый ангел сон твой охраняет. Над тобой кружится и благословляет. Прикоснется нежно в небо улетая. Сладко спите, дети, баю-баю-баю. Сладко спите, дети, баю-баю-баю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова